привет дорогие друзья с вами как всегда я russian fear и сегодня мы с вами поедем сейчас заберем наш рефрижератор и поедем мы отсюда до гаража принципе тут недалеко заберем его из гаража и будем уже смотреть по бирже грузов например от саженцы 9500 в принципе это ничем не хуже чем возить и я считаю вот те грузы то есть намного выгоднее а если прямые перевозки смотреть то тут массивная чё-то где-то это деталь котла 12 40000 но это все опять же очень все напряженные дорого пока что для нас поэтому поедем за нашим прицепом так пары включили сразу чтобы не забыть и погнали за прицепом так зеркало вот спасибо все таки вторую ось мы не зря делали я думаю ну удлинили я имею ввиду тягач то что как-то по бодрее он стал все равно ехать нам надеюсь недалеко что я лечу тут менты стояли когда мы ехали но сейчас не стоят да и слава богу 70 можно идти по трассе 74 перебор о 70 поехали выйдем на трассу а там уже как люди поедем 90 да в принципе сейчас тут в жарим по полная дома не знаю спалят нас нет топлива в прошлой серии нам залили на халяву надо же наш грузовичок разогнать по максимуму прям как это из мультика кого прямо как стрела маквин блин несёмся а это молния маквин вот точно вспомнил как правильно даже страшно становится иногда а не нам сюда же ух ты сколько у вас тут кончились давай только не красный только не красный пока все идет вообще замечательно а вот уже и наш родной гараж каким образом прицеп забрать расскажите а вот он стоит кто не видел прошлых серий давайте файдер подъем вот такой у нас в цвет рефрижератор куплены есть заранее Grown чуть-чуть не подрассчитал отлично а мы в гараже можем починиться кстати вопрос засыпку о ей ученицы не можем да да не можем улучшить гараж сколько стоит кстати 180 тысяч нифига себе прибыль в день 15000 а у нас евро стоит все давайте переставим наверное на долларах или на рубли вообще ну блин в рублях как-то неудобно будет наверное я думаю так 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 где у нас язык локализованное название так валюта рубль это будет слишком сложно а доллар где евро либо рубль доллара не что ли это фунт и работа деньги до 15 тысяч фунтов это не то что нам надо это что у нас кроны какие-то тоже не то ну ладно пусть будет евро сейчас по дороге заедем тогда какой-нибудь ближайший цех где мы сможем с вами отремонтироваться авто мастерскую да тут что-то нихрена шинки нет вот сюда можно заехать хотя далеко и нафиг нам вот надо лучше где-нибудь другом месте так ладно поехали тогда за грузом сразу же прямые перевозки это да это не то биржи грузов биржи грузов 10 тысяч отсюда чем у нас есть с питера стаженцы за 9 500 финляндию принципе почему бы и нет за 9 500 я думаю это будет нормально погнали везем сегодня значит саженцы в финляндию если чё там у финнов и отремонтируемся чё там кто-то едет да вы же пропустите я знаю спасибо надеюсь тут ехать нам недалеко надеюсь тут ехать нам недалеко реприжератор кстати я вот не знаю починен у нас или нет так машин вроде нет но это опять же вроде тут у нас ограничение уже 90 пошло но когда нам это мешало и все таки да по трассе когда он идет именно с рефрижератором то идет он намного тяжелее давайте газульку придаем посмотрим рефрижератором то он может выдаст как без него там то он прям до 120 доходил да смотрите идет пока не груженный сейчас эти олухи могут вылазить да никого нет хорошо быстрее доедем быстрее привезем правильно а 9000 не лишний нам должны будут дать я думаю уровень даже я не думаю его должны дать за вот эту доставку и тогда мы возможно уже купим себе новый двигатель я вот пока что все это время коплю на двигатель так тут ограничение бешеные давай мы успеем а ее я не туда поехал болей просмотрел поворот разогнался блин на радостях он кстати такой же mercedes только с кабиной получше чем у нас пока что у них тут все едет из старый да именно спорта насколько я понимаю вкусный хлеб вот тут когда мы везли груз менты тусили а нет это не из порта это из зеленых полей а к внешние заказы ездить но просто 5000 на 5000 это блин это не то пальто саженцы вот это самое то они где-то там нам надо подъехать на загрузку сейчас я понимаю куда здесь ехать на загрузку пока не вижу а вот вижу место давай 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 ты сможешь руль бьет вообще не по детски скажу я вам здесь по грунтовке смотрим в чем мы там влезаем туда в принципе влезаем как всегда не поездил некоторое время и начинаются проблемы задним ходом либо я просто тороплю сильно чего делать не надо а а а а а а а а и оградить и саженец так но вот так вот выглядит тягач в принципе я пытался как мог цвет подобрать не знаю получилось нет но вроде бы более-менее счет получилось так это у нас это понятно просто вспоминал и где у нас что ну чтож поехали финляндию дорога будет не близко я думаю тут редко кто ездит дворники бы еще вот включить их до забыл прям полило то хорошо надо почитать кстати будет ли длсс или еще что-нибудь такое для евро трак хотя тут свет и так тени и все остальное прекрасно сделано я не перестаю удивляться как разработчики добились такого на финляндии вот я по моему ни разу не ездил сейчас на петербург нас выводят да на петербург там слева никого хорошо и тут мы можем по трассе уже 90 и тип 90 оставим и просто будем периодически подтапливать чтобы постараться быстрее доехать и знакомым не говорят типа давай онлайн поиграй там но онлайн там столько просто не знаю упоротых людей которые просто мешают ездят по встречке зачем это они делают я не понимаю поэтому я для себя решил что пока что покатаемся так потом появится россия уже будет интересней по россии естественно прокатиться свет на дальний нужен так-то день в принципе поехать нам сейчас по прямой достаточно долго кстати вот 120 даже топим вместе с фурой это хорошо ой блин засмотрелся направо в дождь у нас может унести только в путь дальности перевозок пока что я не увеличивал потому что думаю что пока что рановато и так можем кататься в удовольствие неплохо в своем интересно с этим обновлением еще чего-нибудь добавили надо почитать прям сидеть чё нового чувак как дела ой 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 нам объезжать надо опять каким-то образом ну такое бывает дорога нам перестроила сейчас посмотрим куда нам предлагают в объезд поехать каким образом развернуться там а вот так тут надо вот так сделать и для школы прикольно что они сделали баннеры да вот идет тоже все на русском рекламу это прям хорошо его уйди приносит там кабина у мерседеса колбасит то ли я тупой то ли чё как он хочет чтобы мы развернулись чё я не понимаю давайте посмотрим как у нас ведет а на сейчас еще одна развязка да так тут направо тут дальше и вот сейчас отсюда должны мы уйти туда да получается да как то вот так теперь нам тут пилить сколько до выборга ну короче достаточно далеко сейчас границу наверное пересечем и все процент все мы все мы отлично 3 евро проезд цена я скажу у вас блин дай бог просто в евро не знаю как то попроще по моему считать будет чем в рублях там просто такие суммы бешеные и как-то привык я что ли не знаю когда играл евро трак симулятор я всегда играл с евро мы можем катиться дальше стать с превышением идем сильно надо не разгоняться по таким дорогам я заметил что почаще курсирует вот кстати они вспомнишь как говорится теперь можно придавить педальку маленько м10 у нас здесь идет трассы я имею ввиду старый камень хорошо тоже 120 идем до по трассе речушка пельсинки приедем или проедем скоро старая школа балета серьезно опа на вот это я попался вот это я пропустил 380 евро штраф это блин прям да бьет по бюджету ну коль заплатил вот теперь можно на всех парах гнать сейчас я думаю вряд ли где-то будет еще один как по платной долот дороги заплатил и на все деньги погнал да ой 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 get вот это да вот это я догонялся вы не можете выбраться и так воспользуюсь всем обзор услуг буксировка ну да разогнались то все деньги чё-то я переборщил ох ё-моё вот это суммы вот это цифры ну хотя бы вот так пока стоп а ты можешь полностью я починить минус 52 а дальше там довести груз то надо все-таки или нет топ я не понял одессе выезд а ну все правильно да на все деньги прокатились груз то не доставить надо нет еще вот в чем вопрос 11 процентов спорчен груз ну все равно теперь мы в долгах как шелках надо доставлять надеюсь за опоздание с нас немного не спишут теперь уже поедем более по правилам потому что сейчас нам ни штрафов ни черта нельзя получать да ну Женя молодец конечно тиканул на все деньги теперь полтинник еще и штрафа еще короче капец на сколько денег попали полтинник это 5 рейсов тут 135 километров в принципе осталось ладно вот как раз где то вот здесь я и психанул да да вот этот мост мы проехали мне дали штраф и я полетел на речку еще смотрели а где здесь радар вот этого я не вижу но штраф то нам дали здесь но это не штраф был слава богу так раз очень важен для наших клиентов и обязаны приехать вовремя но я стараюсь так то саженцы ваши довести вот в этом повороте мы вылетели да будет уроком не надо гонять таких дорогах да в принципе наверное вообще не надо гонять на фуры да хотел как быстрее получилось как всегда тиши ешь дальше будешь правильная поговорка да согласны со мной я думаю что очень правильная поговорка да божня на таможне слава богу не надо останавливаться ничего вроде бы д а можно пошлину видимо еще платить надо документы проверяйте контрабанду тут можно привозить интересно что таможня тебя могут взять с контрабандой что проверка документов и не все в порядке будет кстати текстурах и раскрасок новых много добавили прицепов и не только а тут у нас чё опять проверка документов это что-то затормозил нерешительный что ли а чё ребятишки вы там будете угонять нет ну давай уже решайся после поворота 222 у меня тоже модный маномер 777 думаешь один такой крутой мальчо притапливай мы уже почти доехали кстати нам куда-то вот сюда да сюда кстати я не ездил еще ни разу что тут у нас такое непонятное по-фински не умею читать но зато посмотрим на Финляндию хоть как в Финляндии красиво и хорошо или везде хорошо где нас нет чуть поворот не проскочил не знаю слышно вам нет но слышно как руль прям жужжит и бьется в руках в принципе может быть даже и слышно хозяева я приехал куда выгружаться так а вон куда ну давайте туда пытаемся каким-то образом залезть так ну ну и ну 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 и ну и ну и давай 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 хорошо идем отлично посмотрим сколько штраф дадут терпимо минус четыре тысячи пять тысяч всего нам дали и дали один с уровень так дорогостоящие хрупкие срочные я думаю дорогостоящие будем брать так почта вы превысили кредитный лимит но это понятно улучшение какие можно дав man mercedes юбка двигатель у нас такой есть или нет вот этого не знаю но новый двигатель за 17000 нас точно есть который мы не купим естественно потому что ей у нас минус 53 тысячи ну что ж дорогие друзья на этом мы будем с вами заканчивать данную серию такая вот она неудачная получилось но никуда от этого не денешься подписывайтесь на канал если вы все еще этого не сделали также не забывайте про жать ваш королевский лайк если вам понравилась данная серия либо дизлайк если нет так же не забывайте вступать группы в соцсетях все ссылочки вы найдете под этим видео увидимся в следующих сериях всем пока а а а а а а а а Субтитры сделал DimaTorzok